Рад приветствовать на канале Коинпост. Криптовалюту Stellar добавили на торговую площадку Coinbase Pro практически сразу, после того как в листинг включили Ripple. На фоне этого события рейтинговое агентство WISE Ratings, которое в последнее время активно продвигается в сфере криптовалют, опубликовало небольшой твит, где назвало Stellar более технологичной криптовалютой, чем XRP. Скажем честно, мы в Коинпост не сильно доверяем аналитике от WISE Ratings, особенно после того, как они сначала топили за новый to the moon биткоина, а потом сделали прогноз о том, что Ripple со временем обойдет биткоин по капитализации. И не просто обойдет, а сделает это в ближайшие годы. Подобные прогнозы больше похожи не на работу аналитиков, а на желание написать громкий твит и привлечь к себе внимание, используя для этого любой информационный повод. Но в случае со Stellar нам показалось, что в заявлении WISE Ratings есть определенное рациональное зерно, и в нем стоит разобраться подробнее. Итак, неужели Stellar действительно лучше Ripple? Подписывайся на канал и ставь лайк, а мы начинаем. Когда Ripple выпустили свою криптовалюту и взяли курс на банковский сектор, многие оказались недовольны данным решением. И среди тех, кто считает, что криптовалюты это достояние людей, а не банков, оказался один из сооснователей Ripple Джет Маккалеб. С его помощью в 2014 году была запущена криптовалюта Stellar, которая на тот момент являлась форком Ripple и работала на том же протоколе. Но примерно через год разработчики Stellar написали собственный код и перезапустили сеть. При этом чисто технически это тот же самый Ripple, если рассматривать принцип работы сети. Но к нему добавился такой важный момент, как децентрализация. И если вы считаете, что у XRP с децентрализацией все в порядке, то посмотрите наше недавнее видео. Там мы подробно объясняем, почему Ripple является децентрализованной только на бумаге. К слову, недавно Stellar представили обновленную дорожную на 2019 год и собираются сделать упор именно на децентрализацию, чтобы все пользователи криптовалюты были равны между собой. А новой главой Stellar Development Foundation стала бывший операционный директор Mozilla Дэнель Диксон. Отличное усиление команды. Пожелаем им удачи в выполнении своего плана. В чем же преимущества Stellar перед Ripple? Они заключаются в том, что в отличие от XRP, криптовалюта Stellar лишена ряда ее недостатков. На первое место среди преимуществ мы поставим децентрализацию. В отличие от Ripple в сети Stellar нет единого центра принятия решений, который дает добро на получение статуса валидатора. То есть пользователи равны в своих правах, и любой из них по собственному желанию может запустить полную ноду и принимать участие в подтверждении транзакций. Этот момент важен не только с технической, но и с моральной точки зрения. Ripple часто подвергается критике за централизованную сеть. А вот к Stellar подобных претензий нет. Следовательно, этот проект находится в куда большем почете у крипто-сообщества. А вторым важным преимуществом мы назовем некоммерческий характер Stellar Foundation. Эта организация занимается разработкой и продвижением криптовалюты Stellar. Но это не частная компания, как тот же Ripple. Поэтому им не надо переименовывать свою криптовалюту и публично от нее отказываться, чтобы не попасть под санкции со стороны финансовых регуляторов. И пока адвокатам Ripple приходится в судах доказывать, что XRP это не акции их компании, то у Stellar нет подобных проблем. Ранее на нашем канале мы проводили сравнение Stellar и Ripple. И тогда победа досталась Ripple. Скажем больше. Если справедливо оценить перспективы роста цены и увеличения сферы принятия, то XRP по-прежнему останется лидером в этом противостоянии. Но зачем Stellar конкурировать с Ripple? И сейчас становится очевидным, что криптовалюта Stellar является самостоятельным проектом, собственной целью и нишей на рынке. Они взяли от Ripple все самое лучшее, что касается быстрых и дешевых транзакций. И теперь будут использовать эти технологические решения для выполнения собственной миссии, которая заключается в создании доступной и дешевой платежной системы для любого человека на этой планете. Посмотрим, что из этого выйдет. Напиши в комментариях, сможет ли Stellar выйти из тени Ripple. А может даже и превзойти. Мы же продолжим делать новые видео, чтобы к концу года набрать 100 тысяч подписчиков. И именно твоя подписка и лайк поможет нам в этом. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал о криптовалютах CoinPost. Подписывайся и просвещайся.